Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить карпиков. Рецептик очень простой, быстрый, легкий, получится абсолютно у всех. Но это один из самых вкусных способов приготовления карпа. Сейчас я рыбку почищу. Как рыбку чистить, я думаю, вы все знаете. Хорошее дело нужно всегда обмыть. Здесь у меня мое домашнее пиво, какое я сварил. И притом, это мой собственный рецепт. Я его сам разработал и еще ни разу не пробовал. Даже без камеры. Поэтому буду дегустировать впервые свою пивку. Холодненькая. Пиво. Хорошо. Легкое, хорошее. Хорошо таляет жажду. Совершенно по-другому ощущается домашнее пиво, сваренное своими руками, от того, что продается в магазине. Даже какое-то очень дорогое и известных марок. Очень просто делается пиво. Друзья, как сварить вкусное домашнее пиво в самогонном аппарате, ссылочка вот здесь сверху. Сквальские. Рыбок я уже почистил. Сейчас я расскажу секрет, о котором, скорее всего, многие даже не догадываются. Все мы имеем обычные, простые бытовые духовки. У меня в руках два карпа, общий вес которых составляет 3,5 килограмма. Если я прячу их в духовку одновременно, и духовка будет разогрета до температуры 180 градусов, то для того, чтобы мясо начало у рыбки прогреваться и началось готовиться, пройдет очень много времени. А вся рыба готовится всего 20 минут. И поэтому, если мы положим в духовку рыбу на 20 минут и достанем ее через 20 минут, она будет сырая. Сейчас, внимание, я открываю большой секрет. Я включаю обычную духовку на максимальную температуру, какая только возможно, минут хотя бы на 20. Я думаю, такая духовка есть во многих семьях, поэтому вот так я вращаю регулятор до упора. И он начинает нагреваться. Верхний и нижний тен включен. Пока духовка греется, я займусь рыбкой. Рецепт, как я уже говорил, очень простой. Сейчас я возьму и сделаю продольные разрезы на рыбке, для того, чтобы достать до мяса, и температура будет быстро доходить в мясо, и рыба быстро приготовится. Из пряностей я буду использовать только обычный белый перец и морскую соль. Чтобы рыбка при приготовлении имела красивый золотистый цвет и румяную корочку, я поливаю ее обычным растительным маслом. Также масло поможет всем пряностям, то есть белому перчику, хорошо дойти до мяска. Если бы у меня было хорошее оливковое масло, конечно, я бы использовал его. Но я его уже все выпил. Головку хорошо ей помазать. Глазки, ротик. Рыбка любит масло. Овечка любит травку. Овечка любит травку. Ссылочка, смотрите, вверху. Хороший, вкусный, настоящий лимончик, у которого именно аромат лимона. Нарезаю тонкими кружочками. И теперь в разрезы вставляю по небольшому ломтику лимончика. Будет и красиво, и очень вкусно. Немножко хвостиком лимона внутрь, в животик. Еще один секрет. У меня есть вот такие алюминиевые формы для пиццы. Это специальные решетки. Я их кладу на дно противня, для того, чтобы рыбка лежала не на голом противне, а именно вот здесь. Тогда еще горящий воздух из-под низу противня будет заходить, и рыбка будет иметь вкусный цвет, красивый цвет и вкус со всех сторон. Вот такая огромная рыба, которая даже не помещается вот в таком противне. Еще маленький секрет. Я беру вот такие бамбуковые палочки, и делаю из них формочку, чтобы вставить в животик рыбки, чтобы там тоже горячий воздух заходил, и она внутри не парилась, а хорошо готовилась. Чтобы не было острых краев, потому что когда мясо будет готовиться, оно будет мягкое и острые края, проткнут его и просто вылезут наружу. Вот так очень быстро приготовляется рыбка, и я ее ставлю в духовку. Противень я не додвигаю до самой стены, чтобы там еще циркулировал воздух. Закрываю, и пока минут 5-7 до 10 минут духовка будет все равно на максимальном режиме, потому что мы открыли дверцу, загрузили туда 3,5 килограмма продукта, и поэтому температура очень резко падает. Ждем, пока начнет сверху уже закипать. Рыбка будет видно, что она прогревается. Тогда я температуру духовки уменьшу до 180 или даже, может быть, до 200 градусов. Прошло 11 минут. Проверяю. Рыбка еще не кипит, но вверху, где слишком близко расстояние к тынам, немножко начинает золотиться. Температуру... Температуру я пока не уменьшаю, стоит на максимуме. Прошло 15 минут с момента, как я поставил рыбку в духовку. И только теперь я уменьшил температуру до 190-200 градусов, приблизительно. Карпик уже готов. К хорошей, вкусной белой рыбке, конечно, нужно подавать белое вино. Если у вас нет белого вина, тогда возьмите вкусный дистиллят из гречки, настоянный на дубовой щепе. греча. Пахнет этому дистилляту уже два года. Как сделать вкусно гречишный дистиллят, смотрите, ссылочка вверху. А я пока попробую. Какая красота! А вот это... Вкуснятенько! И, конечно же, карпик. Чтобы подчеркнуть вкус мяса, я возьму вот такую дольку лимона и сбрызну свежим соком. Очень вкусно! Последний секрет. Друзья, чтобы рыбка была сочная, не пересушивалась, я сейчас посмотрел, как работает духовка. Нужно не убирать максимальную температуру, а когда начинает рыбка золотиться, прикрыть ее пергаментной бумагой. И все, тогда края будут хорошенькие, не обгоревшие. А сама рыба очень быстро приготовится и будет сочная. Если все-таки убирать температуру до 180-200 градусов, то рыба будет очень долго греться именно в таком количестве, как я ее положил в духовку. И, конечно, она успеет пересохнуть. Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место. «Ура! Рыба!» Это очень больно. Акцияada – это «Акция».